Ребят, всем привет! С вами Иной. Не успел вот отгреметь наш стрим по игре Icarus Online с петицией игроков к разработчикам и, соответственно, немножко к локализаторам, да, поскольку это неотъемлемые вещи. Как в другом проекте Revelation Online случился Revolution, да, в Revelation Revolution. Что произошло? Главы крупных гильдий, которые играют в этот проект уже достаточно давно, обратились с претензиями некими к локализаторам проекта, ну и, соответственно, к разработчикам, да. Давайте с вами посмотрим, что их не устраивает. То есть основное требование будет исполнить план работ по исправлению недостатков или хотя бы его выложить в кратчайшие сроки. То есть будет дан условное в обращении, насколько я это вижу, опять-таки это может несколько поменяться. Будет дан недельный или двухнедельный срок для команды Revelation, выложен в ближайший список изменений, который будет включать в себя исправление всех тех недостатков, которые укажут гилы, которые они считают неприемлемыми и мешающими продолжению нахождения их команды, их проекта в игре. Конкретно официально 100% туда будет входить исправление оптимизации, особенно учитывая последние чудесные новости о том, что оптимизация игры включается, если ты отключаешь конфигом звук, будет исправление по тексту, будет налажена работа с комьюнити. То есть это то, что мы хотели бы увидеть прежде всего от команды Revelation, их работников в случае отсутствного отказа команды работать по данным пунктам, в случае полного наплевательского отношения на ваши просьбы и требования, мы будем рассматривать вопрос дисбанда проектов, дисбанда гильдии в Revelation. По факту обращение также поддерживается тем, что еще одним фактором привлечения к себе дополнительного внимания уже со стороны руководства непосредственно команды Revelation, это прекращение доната. Внутри своей гильдии мы порекомендовали людям воздержаться на ближайшие две недели от каких-либо транзакций в игру. Конечно, не все это сделают, это не все сделают по одной простой причине, потому что вы привыкли нагибать при помощи денег, понимаете, не так важен скилл, я уверен, конечно, что у вас есть там какие-то скилловые ребята играют, но это вообще суть ваших гильдий крупных. Вы любите вкладывать бабло, вы все без половины почек там сидите, потому что вы во все эти проекты грохли такие бабки и вас уже не остановить, то есть уже людей приходится упрашивать не давать деньги на говно. Вы что, ребят, да что там докатились-то, вы хоть немного головой соображайте, я понимаю, там ну 2-3 человек спятило, но когда сотни людей сходят с ума, я этого не понимаю, честно. То есть вас уже нельзя остановить, вы привыкли туда класть деньги, потому что вам хочется быть сильнее и сильнее, потому что вы знаете, что если вы неделю не вложите деньги, завтра вы будете никем в этом проекте. Смотрите, этот подкаст, он организован не только для игроков Revelation, нас поддерживают помимо тех гильдий, которые играют в Revelation, также те гильдии, которые играют в Lineage 2, с которыми я сегодня пообщался, которые играют в BDO. Ребят, ну конечно, они готовы поддерживать, понимаете, это как вы находитесь в море и кричите другому кораблю с него, что вы тонете, да, а те говорят, мы вас поддерживаем, блядь, все нормально, конечно, все правильно вы говорите, нехера вашему кораблю тонуть, потому что они-то сами стоят на более-менее нормальном устойчивом корабле, что бы не поддержать тех, кто сейчас умирает, они все равно откинут копыта. Давайте вот просто, ну вы реально оценивайте, какой смысл от того, что там вам из Lineage поддержали, из, вот Lineage правильно говорится, из Blade & Soul. Blade & Soul такая же хуйня, честно вот, давайте быть откровенными. В Blade & Soul просто продаются регулярно ларцы, в которых есть те вещи, которые в игре добываются просто непосильным трудом. Если вы захотите их честно добыть, если вы их захотите добыть честно, вы будете, дам, гриндить, блядь, 3 месяца на эти вещи. И они просто берут в один день их в сундук впихают, впихивают с таким же рандомом корейским. Там типа кристалл на плюс 150 к атаке или какие-то фиолетового качества вещи туда засовывают в нее. В Lineage там это на заточку, везде голдселлеры. Поэтому, ну, вы просите, как бы, помощи у себе подобных, понимаете? Здесь это даже жалко, как бы, со стороны выглядеть. Я вот на это смотрю, это выглядит очень жалко. Помимо того, что мы сейчас выдвинем свои требования, да, для игры Mail.ru, то есть мы попросили вас прекратить донатить. Мы понимаем, что не для всех, ну, не все это сделают, но многие из вас, если хотя бы прекратят донатить, это серьезно нанесет по ним удар. Ребят, правильно ли я вас понимаю, что вы, год играя в этот проект, видя, что он скатывается в какую-то большую, все большую прорву бездонную, с отсутствием оптимизации, внимания со стороны локализатора, продолжали поддерживать финансовый этот проект весь год, и теперь вы упрашиваете своих игроков, да, тех, кто играет, чтобы они не донатили. Но этого не будет по одной простой причине. Понимаете, вы привыкли играть в такие проекты, куда надо вкладывать бабло. Если ты не вкладываешь бабло, то ты там не в тренде, ты там никто. И то, что вы упрашиваете игроков не донатить в эту игру, это уже доказывает то, что вы не можете, блядь, не донатить. Вы просто созданы для этого, понимаете. Потому что любой нормальный, адекватный человек, видя, что проект катится в жопу, он не будет туда ничего вкладывать, ни копейки. Он будет приходить, играть там в кайф себе пару-тройку часов в день, и все чисто для фана. Не донатить. Да и не надо было вообще донатить. Сначала надо выдвигать какие-то требования, а потом уже поддерживать. А если ваши требования никаким образом не выполняются, то и нахер такой проект вообще нужен. А помимо этого мы сделаем несколько видео. Мы запостим это так же видео на ютубе, на реддите, чтобы удать по имиджу компании Mail.ru, которому они так дорожат. Ребят, кто дорожит своей репутацией? Каким имиджем? Mail.ru своей репутацией или имиджем дорожит? Вы о чем вообще говорите? У меня такое ощущение, что вы, блядь, только вчера, вы в этот ММО-мир пришли, понимаете. Гильдия Хаус существует очень давно. И я сам был частью хаоситов. Меня вот там, если у вас есть хрячка, разведка, боем, они меня знают. Я играл с ними в Swordsman Online. На Торе скажите, они вам подтвердят, что я был раньше в Хаусе. Но вы столько лет играете, и вы говорите про какой-то имидж. Какой имидж, блядь? Вы помните, выходил от компании Невал Алоды Онлайн? Великолепная игра была на старте. Просто офигенная. Как только она засосалась в компанию Mail.ru вместе с тем, что сейчас называется Алод Тим, туда пришел лютый донат. Раньше там, чтобы получить пятую ступень покровительства, надо было отдать пять тысяч. Даже сегодня пять тысяч – это огромные деньги. Представьте, какие громадные эти деньги были тогда. То есть туда просто анальную донатину вкинули. Потом то же самое произошло с Perfect World. Там накидали, я забыл, как сейчас это называется, такую херню, которая, короче, позволяет очень быстро прокачаться. Потому что там гринд, прокачка всегда были очень долгими в Perfect World. Дальше Аркейдж. В Аркейдж тоже проблемы. Я скоро буду делать видео по Аркейджу. Вот сейчас там с выходом обновления 4.0. Там тоже свои проблемы. Skyforge. Ну, вроде что-то новое, интересное придумали. Молодцы. Я думаю, нифига себе. Ну, заморочились, люди что-то сделали. А по большому счету, прошел год, они вводят дополнение новой эры, которое убирает из игры вообще все ее фишки. Если Atlas был фишкой Skyforge, если было хоть какое-то легкое билдование, да, там можно было перки какие-то выставить, допустим, они это вообще все убрали. То есть, эта компания конкретно работает, блядь, на уничтожение собственного имиджа. У них руки из жопы растут. Они нихуя не умеют делать, у них работают. Я не знаю, это непрофессиональные люди. То есть, здесь понятно, что вся индустрия заточена под выкачку бабла. Я все понимаю, всем надо зарабатывать, они бизнесмены, как бы игра, это их бизнес. Но, блядь, надо все делать с умом. Понимаете, то, что они делают, это полное уничтожение имиджа. И когда вы говорите в России слово Mail.ru, ну, в игровом пространстве, то все, абсолютно все поголовно знают, что это равно донат. И никогда по-другому вообще не было. Вообще никогда не было по-другому. Поэтому про имидж их вы вообще забудьте. Соответственно, мы получим также поддержку иностранных геймеров, которые стоят горой друг за друга. И, к сожалению, этого не наблюдалось в руках юнити. Иностранные геймеры вообще бы не допустили того, чтобы у них такое случилось. Потому что европейцы очень ценят свои деньги. Если бы у них такая катавасия началась, это все на старте бы уже было пресечено. Поверьте мне, я был в Европе не раз. Я знаю, что это за люди. Я знаю, как они относятся к своим заработкам в Европе, где уровень жизни очень дорогой. Почему мы все так любим уходить на европейские локализации каких-либо проектов, которые есть у нас? Потому что у них так не принято. У них локализатор знает, что если он сделает что-то неправильно, то игрок в это играть не будет. Просто не будет. Поэтому, ну, конечно, какая им разница? Ну, поддержат, ну, поддержат они вас. Ну, пришли русские игроки и написали, ребят, мы тоже вот играем в этот проект, только в России помогите нам. Ну, а что, как бы, как сказать, за попытку денег не берут, да, как говорят, что бы им вас не поддержать. Но в Европе, даже если проект будет херово локализован в плане, там, оптимизации или еще чего-то, то шоп-магазин, вот все, что касается денежной составляющей игры, у них будет сделано гораздо лучше, чем в России. Они потерпят хуй с ним эту оптимизацию несчастную, там, где-то лагающую. Хотя, конечно, это бич вообще всех современных ММО. Но они никогда не потерпят монетизации, жесткой монетизации внутри игры. Поэтому, конечно, что бы им вас не поддерживать-то. Сейчас мы создаем первый, наверное, прецедент, когда ру-комьюнити объединено, объединено одной целью. Сделать достойную игру для всех. Ру-комьюнити никогда не было объединено вообще. Давайте, я не хочу показаться вам не культурным, но вообще это такое сборное стадо рукам юнити. И никогда объединений не было. И вообще для гильдии с такой долгой историей, с таким количеством участников, составов, мне странно слышать, что вы спустя там 10-15 лет, пока у вас мудя седые не прорезались, только сейчас вдруг начали говорить об объединении. О чем вы раньше-то думали? У нас игровая индустрия, ММО, она не сегодня зародилась. Где же вы раньше-то были, понимаете? Вот вы говорите ру-комьюнити объединенного. Блять, о чем вы раньше-то думали? Вот вы играли, у нас любой проект, какой ни возьми, сейчас там полный пиздец в нем творится. Просто абсолютно полный. Вы стали частью этого пиздеца. Потому что с одной стороны стоит лохализатор, да, лохолизатор, с одной стороны. А с другой стороны стоят гильдии, которые вы этого локализатора поддерживают. Потому что вы идете в эти проекты, за вами идут игроки, они вас слушают. И они сидят вот в этих проектах, и вот эти вот две шестеренки локализатора гильдии, они вращаются и создают тем самым вот такую систему, где все игры делаются через жопу. То есть я как локализатор выпускаю жопную игру, а вы как гильдии эту жопную игру поддерживаете. И еще и созываете туда народ. То есть вы годами создавали благоприятный климат для того, чтобы такие вещи происходили. И сегодня, блядь, вдруг на вас озарение снизошло. Ебаный в рот, блядь. Ру-комьюнити объединяется. Тун-тун-ту-дун, тун-тун-ту-дун. Надо какую-то пафосную музыку, блядь, сюда вставить. Это касается не только Mail.ru, но также и других локализаторов. Просто Mail.ru действительно переполнил чашу терпения. Если остальные локализаторы будут так же позволять себе вести в отношении ру-комьюнити, ру-комьюнити будет так же объединяться и наносить такой же удар по ним. Да они всю жизнь так себя ведут по отношению к ру-комьюнити. Никогда они себя по-другому не вели. Давайте конкретно. Вот Revelation ваш. Это фейл, да, очевидный. Bless Online делали. Это эпик фейл. GameNet, блядь, со своими котами в мешке, когда они продали набор раннего доступа с обещанием подписочного сервера, а на выходе сделали, блядь, фейспалм и сказали, у нас нет никакого. Это тоже фейл. Понимаете, ArcheAge год ебали мозги те же самые Mail.ru год, они рассказывали, блядь, у нас сейчас будет охуенная игра. И понимаете, когда она вышла, то они наобещали столько, игрок уже там пачку раскрыл, а когда он пришел в игру, он понял, что, блядь, половины из этого ничего нет. Все вот эти там 107-120 классов на проверку, они оказались семью классами максимум играбельными. Остальное это все был симулятор фермы, блядь, и паков по морю. Это тоже фейл, ArcheAge. Сейчас вообще любой проект какой, не возьми, вот даже, ну, я Деста немножко там хвалил, да, потому что они вот среди как бы всего говна, они воняли меньше всего, но даже там тоже проблемы у них уже начинают возникать. Поэтому вот вы говорите, остальные локализации, да и они всю жизнь такими были, они никогда не были другими. Что вы рассказываете? Я еще здесь никуда не выходил. Я понял, как тебе такая идея? Я могу, допустим, наш финальный документ перевести тоже на English, мы можем дослать это, допустим, в пресс-службу NetEase того же самого, да, выходил разработки, там, отдел по работе с общественностью. Переводите, переводите, ребят, на все языки, но я вам заранее говорю, что для вас будет существовать дежурная отписочка. Все почему? Потому что есть уже громадная корпорация говна, которая штампует все вот это китайское, как в случае с Revelation, корейское говно, и они работают, вот этот второсортный как бы шлак-рынок, да, он уже конвейерный, поэтому вы можете писать все, что угодно, им посрать. Они сейчас закроют этот сраный Revelation, блядь, откроют там похуейшин следующий проект, и вы опять туда в него побежите. Я к чему вообще все это говорю, я хочу подытожить. Давайте вот, ну, подведем черту под всем, что я сказал. То, что вы, пускай там, блядь, спустя 250 лет вдруг чухнулись, где вы живете и вообще что происходит, это очень хорошо, то есть, ну, я хвалю вас, да. Я буквально недавно на канале там выпускал видео, оно называется «Тебе это снится? Матрица Игропрома», в котором я рассказывал вот то, вот эти ваши чаяния, о которых вы сейчас говорите, и о них, о всех рассказывал. Это видео посмотрел там, ну, 1300 человек. 1300 человек – это те, кому интересно их будущее и то, где они живут. Я понимаю, что у меня маленький канал, я только начинаю, Москва не сразу строилась, но какие-то люди сделали для себя выводы из этого. Вы пришли к этому спустя 20 лет. Окей, там, вы могли бы вообще к этому никогда в жизни не прийти, но пришли. Что я вам советую? Сейчас вас будут всячески задабривать, приглашать там в офисе к Mail.ru, попите с нами чайку, пойдемте в нашу бесплатную столовую, а давайте я вам покажу, как у нас тут, а давайте мы расскажем вам, как у вас здесь. Не ведитесь на эту хуйню, просто не ведитесь на нее. Не идите ни на какие сделки, ни с кем не договаривайтесь. Если вы уже решили, как говорится, взял мяч, так хуяч, если вы решились, что вы хотите четко отстоять свою позицию, то надо отстаивать ее до конца. Вы можете сказать, блин, чувак, ты не прав. В том плане, что, ну, надо идти на какие-то, как бы, компромиссы друг с другом, да? Что, ну, мол, мы сейчас вот чуть-чуть уступим, и чуть-чуть уступят нам они, и пойдут нам навстречу. Я объясню, почему они пойдут вам навстречу. Пойдут навстречу, вот, как бы, конкретные продюсеры проектов. Почему? Потому что, ну, у них жопа пригорает, они поймут, что если сейчас народ весь слиняет из этой игры, вдруг в один день, то придет его высшее руководство, и скажет, парень, так, нахуй из этого офиса. А у них очень хороший офис на метро «Динамо», парк, садик, птички там летают. Я просто, как москвич, вам об этом говорю. У них там офис заебца. Не каждый хочет терять такое хорошее место. Поэтому они используют все увещевания для того, чтобы вас, как бы, задобрить. Скажут, да, не вопрос, и это вам сделаем. Не идите. Если вы уже решились идти до конца, то идите до конца на пролом, блядь. Потому что надо выломать тогда стены во всех проектах, блядь. Надо просто собраться и по всем проектам вот так вот пройтись. Вот сейчас в Икарусе долбаном то же самое написали петицию к разработчикам. В Revelation тут же вот прям буквально я провел подкаст, где я освещал эту петицию. Тут же выходите вы. Вторая волна пошла. Давайте делать, блядь, по всем проектам. Давайте возьмем все вообще проекты и выскажем все, что нас не устраивает. Но это должна быть не разовая акция, что, типа, мы показали, блядь, мы можем, а потом заткнулись и опять все разошлись. Нет. Надо делать революцию так до конца, блядь, в игропроме. Понимаете? Чтобы любой следующий проект, который даже не успел выйти, тут же просто выдвигать все претензии, которые тебя не устраивают. Но вообще я вам рекомендую, да, ну, это ваше личное дело. Вы там все супер пафосные чуваки, крутые, вы ни с кем не общаетесь. Я предлагал, кстати, подкасты не раз вот таким крупным гильдиям, как Хаус и так далее, и другим, и другим. Не хотят. Там все охуенные вот такие вот, блядь, короли джунглей вы там, понимаете. Вы же все президенты страны, к вам нельзя подойти. Я предлагал вот подкасты с освещением этих тем, и мы могли бы планомерно делать такие подкасты и отпускать их, к примеру, там, к разработчикам, да. Не хотите вы, окей. Но я вам скажу, что в России, в Ру-секторе, вообще нету нормальных игр. Все это разновидности говна, да. То есть мне там спрашивают, Саша, а как ты относишься там к револейшну? Говно, блядь. Как ты относишься там к Экарусу? Говно. А как ты относишься там к Аркише? Извините, я в разновидности говна не разбираюсь. Поэтому есть в мире сейчас несколько нормальных проектов. Они все англоязычные, практически все. World of Warcraft, классика жанра. The Elder Scrolls Online. Guild Wars 2. Final Fantasy XIV. Ну и частично Star Wars The Old Star Republic. Ну и Ева. Ева это просто, ну, слишком глобальный, своеобразный проект. Он может не каждому зайти в силу своего сеттинга. Но вы в эти проекты никогда не пойдете. По одной простой причине. В них баланс построен таким образом, что как бы все равны. Если у вас нету скилла, если у вас нет знания, стремления, вы там никто. А вам нравится играть в такие проекты, где можно кинуть деньгу и убить с одной кнопки. Ну, вы мне можете в этом не признаваться. Мне совершенно все равно. Но себе в этом признайтесь. Этого будет вполне достаточно. Поэтому, как так, пойти в проект, где все равны, блядь. Там же могут увидеть, что мы ни хера не можем. Что мы куски, блядь, парализованных просто каких-то, я не знаю, протеза. Понимаете? Вы не идете в эти проекты. Хотя они роскошные. Они жаждут, блядь, русских игроков. Они жаждут русского внимания. Они жаждут русских петиций. О том, чтобы их локализовали. Чтобы их сделали в России. Или хотя бы в Великий Рильцу, как в случае в Guild Wars 2. Там нельзя даже на русском языке писать. Приходится транслитами писать. Чего вы туда не идете? Я не пойму, чего вы с этим российским говном носитесь, блядь. Вы там крупные гильдии. Уходите оттуда. Уходите из этих проектов. Идите в нормальные игры. Играйте. Привлекайте внимание российского... Ну, как бы привлекайте западных, скажем так, фирм, да. Или там европейских фирм. К русскому ММО рынку. Покажите, что нам это интересно. Нам интересны хорошие, равные проекты. Где у всех есть равные права. Но вы этого не делаете. Вы лучше продадите почку в Revelation. В донате туда, блядь, по 50, по 100 косарей. Чем один раз купите какую-нибудь Daedalers Chronicles Online. Или Guild Wars 2. Это ваша суть вообще. Вы всем своим существом, всем своим существованием. Это доказали уже неоднократно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Иной. Служу Отечеству. И давайте все-таки играть в ту игру, которую мы заслуживаем. В которую мы хотим играть. Мы хавали говно год. Я думаю, всем уже надоело. Пора что-то делать. Надо делать, будем делать. За слова мы свои отвечаем. Сказали, уйдем, значит уйдем. Без базара. Всем спасибо. До свидания.